МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народные новости в студии Яна Сараева. Здравствуйте. Как обычно, в начале выпуска главные темы. Земля героев. Спавший сестру Кирилл Кимайкин поделился подробностями того страшного дня. На гастроли с комфортом, благодаря партийному проекту Единой России, у государственного театра кукол появилось два новых автобуса. Миллион алых роз Астр и Георгинов. В Розаевке прошел второй фестиваль цветов. Из автомобилистов-пешехода во время рейда судебных приставов и госавтоинспекции у водителя-должника арестовали машину. Маленький мальчик с большим смелым сердцем. В Мордовии появился еще один герой, 9-летний Кирилл Кимайкин. Мальчик спас свою младшую сестренку от гибели, вынес 4-летнюю малышку из горящего дома. Напомним, происшествие случилось 28 августа в селе Ордатого Дубенского района. На месте пожара побывала наша съемочная группа. Юлия Мамаева и Александр Гурьянов познакомились с маленьким спасителем. Я выбил сначала вот это окно, я Лизу схватил, вытаскиваю, она не пролезла. Я зашел опять и выбил это окно, она пролезла. События того дня, а точнее момент спасения своей сестренки Лизы, Кирилл устанавливает как по цепочке. Сначала разбил окно, потом уже вместе с малышкой они побежали через огород к задней двери. Выбили ее и побежали дальше за помощью. Родителей в это время дома не было. Мама на работе, папа в бане, занимался ремонтом, менял половицы. Вот только дети про это не знали, поэтому с ужасом в сердце побежали к родственникам. Сказал, что там пожар, и тетя звонила моей маме. Мама, дом горит, там дальше мама говорит тете, дом горит, где мои дети. Тетя говорит, спокойные дети у меня. Это история о чудесном спасении, о маленьком герое, который сумел не растеряться в очень сложной ситуации. Роковой день, 28 августа, Кирилл вспоминает с дрожью. Начиналось все хорошо. Обычное летнее утро, игры с сестренкой, мультики, но все прервал запылавший огонь. Этот визит в родной дом, который практически уничтожило пламя, первый для Кирилла после того случая. Он с трудом узнает знакомые и любимые вещи. Игрушки, пазлы, телевизор. Первыми звонками беды стали отключение электроэнергии и запах гари. Тогда мальчик первым делом побежал на кухню. Она вся была затянута дымом. После этого Кирилл открыл дверь в коридор и увидел пламя. Медлить было нельзя. Без паники и слез мальчик побежал за маленькой сестрой. Лиза была вот здесь, кушала картошку. Потом она уснула. Я хотел убрать. И там вот свет выключился. Но это было до того. Я потом сам сообразил, что надо через окно прыгать. Потому что дверь была там в коридоре, много огня. Дом вспыхнул моментально и сгорел за 20 минут. Причина происшествия еще устанавливается, но, скорее всего, дело в проводке. Семья Кимайкиных за считанные секунды лишилась всего, что усердно строилась и собиралась в течение пяти лет. Огонь забрал у Кирилла не только бытовую технику и мебель, но и любимые детские игрушки, принадлежности к школе, одежду. Словом, все. Но какими тяжелыми бы ни были последствия, главное, что все живы. Боялась, когда был пожар. Сильно. Алису жалко было? Она сгорела? Нет, я взял пожарный. Помнишь, у бабушки был? Алиса – это котенок, которого тоже удалось спасти. А вот на любимых аквариумных рыбок Кирилл и Лиза уже не смогут полюбоваться. Брат с сестрой неразлучны с самого рождения. Все время проводят вместе. Бывают, конечно, и мелкие обиды, но это крайне редко. Если что-то не так, я ей помогу. Надо что-нибудь достать – достану. Мы с ней собираем вместе пазлы. Лизе даю поиграть в игре на лошадке покататься, она просит. И она всегда говорит, что я тебя люблю, когда просыпается, улыбается и меня обнимает. На вопрос, было ли страшно, Кирилл сейчас ответить не может. Наверное, еще не осознал. Тогда думал не о страхе, а о том, как выбраться из полыхавшего дома. Я в окружающем мире учил, что либо надо плотно закрыть дверь, если в коридоре пожар, или если все двери или окна заблокированы, надо взять платок и его намочить. И положить вот к носу и рту. Для родителей Елены и Дениса случившаяся большая беда. Тем более, что в их дом она пришла накануне важной даты – 30 августа годовщина семейной жизни – 5 лет. От комментариев потрясенные родители отказываются, говорят, только успокоились. А потери дома сильно не переживают. Дело наживное. Главное, что живы их дети. Папа на вопросы журналистов отвечает скромно, но, видно, сразу сыном гордится. Маленьким героем Кирилла окрестили жители села и вообще все, кто уже успел познакомиться с его отважным поступком. За два дня Кимайкины уже получили поддержку с самого разного плана. Сейчас они живут в доме бабушки. Но помощь семье все равно очень нужна. Оказать материальную поддержку можете и вы, наши зрители. Денежные средства можно перевести на номер карты, который вы видите на своих экранах. 22-02-209-70-92-15-06 или по номеру телефона 8-953-029-13-62. Карта прикреплена на имя сестры мамы Татьяны Бивушкиной. Юлия Мамаева, Александр Гурьянов. Народные новости из Дубенского района. Решение поощрить мужественного ребенка принял глава Мордовии Владимир Волков. На торжественной линейке, посвященной Дню Знаний, ему вручат благодарность главы республики. Также Владимир Волков распорядился оказать семье мальчика материальную помощь. К другим темам 28 августа полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров с рабочей поездкой побывал в республике Мариэл. 28 августа полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в рамках рабочей поездки в республику Мариэл посетил Марийский машиностроительный завод. Предприятие специализируется на выпуске сложных радиотехнических комплексов систем управления, вычислительной техники для российской армии. Часть продукции поставляется на экспорт. Во время осмотра производственных площадок Игорь Комаров и глава региона Александр Евстифеев обсудили возможность увеличения доли гражданской продукции на предприятиях обороны промышленного комплекса. Игорь Комаров подчеркнул, что президент России Владимир Путин обращает на это особое внимание. Игорь Комаров обратил внимание на необходимость использования потенциала ОПК для эффективной реализации национальных проектов. В частности, производство оборудования для ЖКХ и строительства, медицинской техники и средств телекоммуникации. Полномочному представителю президентов ПФО показали кабинеты моделирования, роботехники, информационных технологий, радиотехники и студию кино. В этот же день Игорь Комаров провел совещание о ходе реализации национальных проектов в Республике Марии Элл с руководством республики. Полномочный представитель напомнил, что результаты реализации нацпроектов находятся в прямой зависимости от состояния и развития экономики и социальной сферы. Также он провел совещание по общественно-политическому и социально-экономическому развитию Марии Элл, где в том числе обсуждались и вопросы подготовки к единому дню голосования. Игорь Комаров уделил большое внимание вопросам безопасности избирателей в день голосования. Правоохранительные органы должны приложить все силы, чтобы во время выборов в Государственное собрание Республики строго соблюдался закон и процесс волеизъявления граждан прошел спокойно, открыто и прозрачно, подчеркнул полномочный представитель президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров. Еще одно радостное событие для Государственного театра кукол Мордовии. Два новых гастрольных автобуса появились у артистов благодаря партийному проекту «Единой России. Культура малой родины. Театр детям». Подробности далее. Пока Государственный театр кукол на реконструкции, небольшое представление для детей артисты театра разыграли в Пушкинском парке. Всеми любимые герои собрались все вместе. Помощь и своеобразный подарок за их работу – два комфортабельных гастрольных автобуса. Они были приобретены благодаря партийному проекту «Единой России. Культура малой родины. Театр детям». У нас практически каждые пять лет происходит от Республики Мордовия, от руководства Республики Мордовия нам дарит газели. Но, тем не менее, у нас четыре коллектива может одновременно выезжать. Поэтому машина уже приходит в негодность. И вот, конечно, такой подарок из двух автомобилей – это большой, огромный подарок. Спасибо «Единой России». Восемь посадочных мест, удобное расположение кресел, ремни безопасности. Автомобиль высокого класса. Немаловажно и багажное отделение. Оно достаточно большое. Вместит весь необходимый для выступления реквизит. Куклы, костюмы, декорации доедут до зрителей в целости и сохранности. Государственный театр «Кукол» с 2017 года участвует в реализации партийного проекта «Единой России. Культура малой родины». На выделенные средства были поставлены несколько спектаклей. Идет ремонт здания театра. Два гастрольных автобуса – отличный подарок, ведь театр много гастролирует. Их стоимость составила 4 миллиона 600 тысяч рублей. Они участвуют у нас уже не первый год в этом направлении. В прошлом году их тоже выделялось финансирование на финансирование спектакля. В этом году они участвовали в направлении по закупке автотранспорта. Транспортом нужно для того, чтобы ездить на гастроли. Они очень много ездят и по городу Саранску, по республике Мордови, где выезжают за пределы нашего региона. И это очень хорошая помощь от партии Государственного театра «Кукол». Для работников театра новый сезон открылся чуть раньше положенного – выступлением на фестивале в Чебоксарах. Дальше – больше. Их ждет тур по городам России. Московская, Калужская, Астраханская области. Чеченская республика и Ингушетия. География обширна. Выезд запланирован на 1 сентября. Для автомобилей это окажется своеобразной проверкой на прочность и качество. Валерия Никитина, Станислав Семин. Народные новости. Буйство красок и ароматов при вокзальной площади Рузаевки 30 августа буквально утонуло в цбукетах. Там прошел второй по счету фестиваль цветов. Участников всего полсотни, а вот Рос, Астр и Георгинов, кажется, как в известной песне, целый миллион. В мир прекрасного окунулись Ирина Герасимова и Владимир Надькин. Второй год подряд Рузаевцы провожают календарное лето ярко и невероятно красочно цветочным фестивалем. Когда, если не сейчас, показать всю красоту лета, запечатлеть в памяти его краски и просто порадоваться дарам природы и хорошей погоде. Астры, розы, бархатцы, цинии, георгины, гладиолусы. На выставке цветов только те растения, которые выращены на своей земле. Посмотрите, все с радостью, все улыбаются. Сейчас, мне кажется, так мало улыбающихся людей, идешь по городу, все какие-то унылые, то ли, может быть, у какой-то недостаток. А здесь приходят и все улыбаются, все говорят, ой, посмотрите, а там какие цветы, а там какие, а там какой букет. Ну, праздничная атмосфера. В этом году выставка цветов в Рузаевке собрала 50 участников, представлено более сотни работ. Среди них необычные букеты, садовые и комнатные растения, икебаны, большие цветочные композиции. Все настолько красиво и ярко, что кажется лучшего и не определишь, все хороши. Однако многие работы выделялись оригинальностью, определенной изюминкой. Взгляды всех посетителей привлекает живая георгиевская лента. Бархатцы, астры, розы – необычная цветочная композиция, наполнена глубоким смыслом. Она положила начало важной акции. Эта акция посвящена также 75-летию Победы с призывом розаевцев вырастить бархатцы, которые как раз вот эти цветы в цвете георгиевской ленты, чтобы наша Рузаевка к этому празднику преобразилась, была цветущей в бархатцах, чтобы было красиво в память падшим воинам. Пришел посмотреть на красоту и глава Рузаевского района Вячеслав Кормилицин. Он внимательно осмотрел каждый букет, пообщался с участниками выставки и, конечно, вручил грамоты всем флористам и растениям водам. Номинаций было три – композиция, букет, комнатные и лесодовые цветы. Награду получила цветовод с большим стажем Надежда Захарова. На выставку она привезла порядка 40 сортов растений. В основном это хризантемы разных цветов. Они красивы, непривередливы в уходе и всегда радуют глаза. Очень люблю хосты, вот эти вот «Тени люби в растения». Они у нас хорошо растут. В общем, много почвы покровников разные. Вот там абриета стоит, брунера серебристая. Названия разные, цветы разные. Но это мое большое хобби. Посетители выставки смогли не только полюбоваться, но и приобрести букет ко дню знаний. Организаторы сообщили, в следующем году на выставку пригласят флористов и цветоводов со всей Мордовии. Фестиваль цветов получит статус республиканского. Ирина Герасимова, Владимир Надькин, Народные новости из Зарузаевки. Комедийная пьеса «Лекарь по неволе» – претендент на победу в окружном этапе фестиваля «Театральное привожье». Он проводится по инициативе и под патронатом полномочного представителя президента в ПФО. О работе над спектаклем и ожиданиях от фестиваля с нашей съемочной группой побеседовал народный артист Республики Мордовия Николай Большаков. Смешная и ироничная, но такая трогательная история про жизнь и любовь. Пьеса «Лекарь по неволе» была дипломным проектом выпускников Института национальной культуры. Судейская коллегия оценила ее актуальность, режиссуру и мастерство молодых актеров. Готовили постановку, еще не зная о фестивале, но возможность показать свои таланты широкой публике не упустили. «Фестиваль появился не то, что спонтанно, но он, правда, появился для нас неожиданно. Ну, а если есть возможность поучаствовать, почему бы нет, так и появился этот спектакль на площадках, будем говорить, о фестивале». Четыре месяца подготовки и репетиции, лекции, практические занятия по актерскому мастерству не прошли даром. Роли в комедии исполнили будущие режиссеры. Классическому произведению Мольера в динамичной обработке молодого поколения «Быть». Для сегодняшних актеров этот спектакль стал выпускным. Впереди взрослая жизнь, работа. Но инкогнито будущее определенно есть. На смену от учившимся придут новые студенты. «Следующие курсы обязательно буду проходить через этот театр. Показы своих работ через театр, так называемый, инкогнито. Пока существует институт, пока существует кафедра театрального искусства, он будет существовать». Творческие работы студентов увлекают в театральную среду, как молодежь, так и взрослых, расширяет культурный кругозор. И даже если комедия не одержит победы на фестивале, ее актеры рады получить такой опыт. Главное для артиста – подарить свое творчество зрителю. И у них это получилось. «Мы достойны. А если мы не займем никакого там места, ничего страшного. Обязательно будут еще моменты. Отрицательный опыт тоже опыт. Нам надо именно показать было зрителям и показать теперь еще общественности нашего Приволжско-федерального округа. Это интересно будет. И надо показывать, надо смотреть, надо сравнивать, двигаться вперед». Итоги конкурса будут подведены в ноябре. Но уже сейчас на официальном сайте фестиваля можно посмотреть видеозаписи спектаклей победителей отборочного этапа в регионах. Среди них и «Лекарь поневоле». Онлайн его можно увидеть уже сейчас, а на самой настоящей театральной сцене – в сентябре. В рамках театральной недели свои постановки покажут все участники регионального этапа театрального Приволжья. Анастасия Яшина, Владимир Надькин. Народные новости. В Мордовии подвели итоги регионального этапа конкурса «Почта России. Лучший урок письма». В течение прошлого учебного года участие в нем приняли около ста школьников и студентов из разных районов республики. Лауреатами стали 20 из них. Участники конкурса могли представить свои работы в 10 разных номинациях. Самой популярной стала «Есть такая профессия – родину защищать». Она проводилась при поддержке юнормии. В рамках этой номинации школьники и студенты рассказывали о работе военных, полицейских и спасателей. Лучшей была признана работа Сергея Сурдейкина из Саранска. В номинации «Поколение неравнодушных. Горячее сердце» победила Анастасия Буданова из Качкуровского района. В сочинении о своем прадеде она использовала различные архивные документы. У книгоманов большой интерес вызвала номинация «Мой любимый литературный герой». Победитель в этой номинации Борислав Юданов из Розаевского района в своем творческом письме пригласил старика Хатабыча прогуляться по Саранску. Участникам номинации «Из глубины веков истории и легенды моей семьи» предложили рассказать о своих родных и близких. Лучшей была признана работа Даниила Храмова из села Лямберь. В номинации «Рецепты счастливой семьи» победила Ирина Порошенкова из Саранска, рассказавшая о своих бабушке и дедушке, недавно отметивших бриллиантовую свадьбу. Ирина Семенова, Народные новости. 20 должников и несколько нарушителей правил дорожного движения. Всего за пару часов обнаружили судебные приставы и госавтоинспекторы. Совместный рейд прошел в Лямберском районе Мордовии 29 августа. Один из должников прямо на месте из водителя стал пешеходом. На его машину был наложен арест за долги. Подробности далее. Судебные приставы совместно с ГИБДД ищут автомобилистов-должников. Акцию провели под конец рабочего дня, когда большая часть водителей едет с работы домой. Проверка много времени не занимает. Максимум 5 минут. Судебному приставу достаточно узнать имя и фамилию водителя, а дальше все сделает программа. Львиная доля водителей там не числится, но все же часть должников таким образом выявляют. Так что рейды оправданы. Как показывают, что это очень положительная практика проходит. То есть должники оплачивают данную задолженность. Иногда бывает на месте, иногда потом. Если сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей, неплательщик может лишиться имущества. Те, кто должен более 30 тысяч, не выпустят за границу. Например, бывает такое, что должник купил путевку вместе с семьей, хотел выехать куда-то за границу и выясняется, что у него запрет. И имеется задолженность. То есть данную задолженность он старается все оплатить, чтобы не потерять свою данную путевку и чтобы выехать куда-то за границу. О погашении такого долга лучше позаботиться заранее. В аэропорту это сделать не удастся. Судебные приставы рекомендуют не ждать встречи со взыскателями и платить вовремя. За время рейда было выявлено свыше 20 должников. Почти у каждого из них просрочен срок уплаты штрафа. Зыскано более 60 тысяч рублей. Один из автолюбителей превратился в пешехода. На его машину наложили арест. Сотрудники госавтоинспекции обнаружили одно нарушение в правилах перевозки пассажира. И один автолюбитель управлял машиной без прав. Валерия Никитина, Станислав Семин. Народные новости. Управление по вопросам миграции посетил член общественного совета при региональном МВД Сергей Волков. Экскурсия была проведена в рамках всероссийской акции «Гражданский мониторинг», целью которой является укрепление доверия между обществом и органами внутренних дел с работой сотрудников отделов по вопросам миграции ОМВД. Служебные помещения подразделений, где ведется вся работа с документами, информационные стенды, комнаты приема граждан – все это осмотрел член общественного совета при региональном МВД Сергей Волков. Особое внимание он обратил на удобство кабинетов для людей с ограниченными возможностями, а также проверил функционирование электронной очереди. Интересовало Сергея Волкова и техническое оснащение подразделений, а также служебная нагрузка сотрудников полиции. По итогам проверки член общественного совета при региональном МВД дал положительную оценку работе сотрудников миграционной службы. В Саранском дворце культуры открылась персональная выставка заслуженного работника культуры Мордовии Хафиза Бикбаева. В экспозицию вошли более 50 живописных полотен. Это пейзажи и натюрморты, главная тема которых – любовь к родному краю. В числе первых посетителей выставки были Ирина Семенова и Андрей Просверкин. Выставка приурочена к юбилею Хафиза Бикбаева. В экспозицию вошли как и старые работы из запасников художника, так и совсем недавние. В их числе и тюды, написанные во время экспедиции «Волга-река мира». Я сделал очень много зарисовок натурных, потому что время было у нас очень ограничено, маслом невозможно работать, пароход постоянно передвигается. И я делал кучу фотографий, на основе которых я собираюсь создавать пейзажи какие-то. И что-то удавалось, где корабль наш долго находился на стоянке, и удавалось написать небольшие тюдики. Один тюд выставлен здесь на выставке. Сам автор признается, главной темой его полотен всегда была и будет любовь к родному краю. За все время творческого пути стиль художника менялся, что особенно заметно, если смотреть на цветовую палитру картин. От более сдержанных тонов художник перешел к ярким и солнечным краскам. Но почерк мастера всегда остается узнаваемым. На выставке представлено около 50 живописных работ. Это в основном пейзажная живопись и цветочная композиция. Также очень много представлено тюдой живописи, которая сама по себе как-то не очень выставляется. Но мы нашли такую возможность, у нас есть витрина такие замечательные, где они все поместились. Ну, что я могу сказать. Это для нас, конечно, событие, потому что художники такого уровня не всегда попадаются в наше учреждение. На открытии персональной выставки Хафиза Бикбаева было множество гостей. Это известные в республике действия культуры, поклонники творчества художника, а самое главное – его ученики. Мастер много лет преподает живопись в Саранской детской художественной школе номер два и воспитал немало талантливых и перспективных художников. Увидеть лучшие работы Хафиза Бикбаева может каждый. Выставка будет работать до 24 сентября. Ирина Семенова, Андрей Просвиркин. Народные новости. В Розаевке состоялись ежегодные республиканские соревнования по велоспорту BMX на призы главы района. В них участвовали спортсмены со всей Мордовии, но больше всего было ребят из Саранска и принимающей стороны. Подробности далее. Спортсменам, велосипедистам погода благоволила с самого утра. День выдался солнечным, теплым, но не жарким. Комфортные условия позволили на пути к победе выложиться по полной. Первенство Мордовии по велоспорту BMX торжественно открыл глава Розаевского района Вячеслав Кормилицин. Он пожелал участникам удачной и безопасной гонки. Велоспорт очень развит у нас в Розаевке, пользуется спросом. Вот этот велодром был построен специально для того, чтобы дети могли тренироваться и достойно выступать. И вы сейчас обратите внимание, сколько детей находится здесь на площадке. Видите, какой азарт у них. Соревнования на призы главы Розаевского района традиционные. Велосипедисты их любят и ждут. В этом году на велодроме собралось около 130 участников. Приехали из Краснослободска, Саранска, Ковылкина, а также соседней Пензенской области. Возраст спортсменов от 4 лет и старше. Старшие ребята у нас сегодня не могут принимать участие. В это время проходит у нас в Москве углубленное медицинское обследование. Поэтому элитных гонщиков у нас именно мы не увидим на старте. Ну, вплоть до юниоров это 18-летние парни, девушки. Однако и сегодня есть свои фавориты. Нина Яковлева представляет Розаевскую школу велоспорта. Она участвовала в первенстве России и взяла серебро. В том, что сегодня окажется на пьедестале, не сомневается. Я занимаюсь 11-й год. Выбрала я, потому что мне сначала предложили, когда я была маленькая. И у меня занимался старший брат, поэтому я решила попробовать. Мне понравилось, я затянулась. У меня получается, и мне нравится все время приходить на тренировки, пробовать что-то новое. Когда получается, сразу поднимается настроение. Велодром в Розаевке построен давно. Дети здесь занимаются с большим удовольствием и берут новые высоты. Соревнования на призы главы Розаевского района позволили велосипедистам еще раз проверить себя на прочность. И, возможно, открыли новые имена в БМХ. Ирина Герасимова, Владимир Надькин. Народные новости из Розаевки. С 25 по 31 августа в Париже проходят международные соревнования по легкоатлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях, носящих статус открытого чемпионата Франции, принимают участие 730 легкоатлетов из 63 стран мира. Трехкратный паралимпийский чемпион Евгений Швецов накануне победил на дистанции 100 метров с результатом 12,7 секунды. Мордовский спортсмен также выступит на дистанции 400 метров. Кроме того, Швецов прошел процедуру тестирования и получил лицензию, подтверждающую его право в ближайшие 4 года выступать в классе Т-36.